Потому что, знаете, покой бы ни было парфюмерия, мы побрызгались, проходит день-два, парфюмерия что? Уходит, уже такого запаха нет. Вот так и мы, друзья, это духовные вещи. Мы принимаем, вы знаете, и мы получим свежесть, мы получим силу, энергию, но проходя на работе, кто-то к нам прикасается, как и судьба. Я шел, и кто-то ко мне что? Прикоснулся. Мы много людей одержимы, больных, мы даже не знаем, они, вы знаете, прикасаются к нам, и мы чувствуем, как сила шедшая. Иисус был Сын Божий, я почувствовал силу шедшую, что? С меня. Но он ходил снова к Отцу и снова получал. Вот такие мы, друзья, имея по милости, Господа, вот это служение, это служение тебя обновляет, оно тебя укрепляет, оно тебя обогащает, и даже хочу сказать, может, какая-то болезнь, зараза прицепилась к тебе. Мы люди, свойственно, там с кем-то пообщался, там что-то надышал, нанюхался, и все, ты чувствуешь, мое тело имеет какую-то немощь и болезнь. И что делать? А я хочу сказать вам, открою маленький секрет. Когда мы будем делать голоту этой крови, этой аминону, после молитвы оно превращается в кровь. И вы знаете, эта кровь, она говорящая, она живая. И что нам про Павел говорит? Она говорит, всем твоим немощам, болезням, насморком. Она говорит, слушай, не прикасайтесь к помазанникам моим и пророкам моим и детям Божьим, не делайте что!